HyperCinema i1. Компактный проектор, который подойдет для просмотра фильмов дома или на даче. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется кабелем питания, кабелем типа тюльпан, пультом дистанционного управления, батарейками к нему и пользовательской документацией. Проектор выполнен в корпусе из приятного белого пластика и хорошо впишется в любой интерьер. Габариты весьма компактные – 21 на 15 сантиметров при весе менее килограмма. Вариантов установки несколько. Либо настольный, для этого на дне проектора находятся устойчивые ножки, позволяющие регулировать угол наклона, либо установка на потолочный кронштейн. Но подвес потребуется покупать отдельно. На лицевую сторону вынесен объектив, сверху разместилась кнопка включения и регулировочные кольца для настройки фокусировки и коррекции трапециевидных искажений. На тыльную сторону вынесены интерфейсы, среди которых разъемы VGI и HDMI, аналоговый аудио-видео-вход, джек для наушников, USB и гнездо питания. Здесь же размещен инфракрасный порт для приема сигналов с комплектного пульта управления. Обратите внимание, что благодаря наличию USB-порта, проектор может воспроизводить контент с внешних накопителей, будь то жесткие диски или твердотельные решения. А это, в свою очередь, делает устройство автономным и независимым от подключения к компьютерам и ноутбукам. Максимальное разрешение широкоформатной картинки – Full HD, а диагональ превышает 100 дюймов при расстоянии 3 метра до проектора. Таким образом, это модель для дома или небольшой аудитории. Однако, лучшего качества изображения получится добиться только в затемненном помещении, так как яркость здесь небольшая – всего 1500 люмен при мощности лампы в 38 Вт. Кстати, заявленный ресурс службы лампы составляет 50 тысяч часов. Если предположить, что вы будете смотреть видео с проектора по 8 часов в день, лампа сможет проработать до 17 лет, а это весьма длительный период наработки. Как итог, перед нами лаконичный и недорогой проектор, который обладает комплектными габаритами и предлагает широкие возможности по подключению внешних модулей воспроизведения. Есть даже динамики мощностью по 2 Вт. Но поклонникам качественного звука лучше рассмотреть покупку отдельной акустики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...